Брат Хаттабыча Амар Юсуф Не все знают, что у старика Хаттабыча был когда-то брат Амар Юсуф. Чем-то они оба не угодили царю Сулейману Ибн Даду, он приказал заточить их в сосуды и зашевырнуть куда-нибудь подальше, в море или реку. Что сосуд, в котором домился старик Хаттабыч, нашел на дне Москвы-реки московский школьник Волька Костыльков. Это вы, наверное, знаете. И, может быть, вы кое-что слышали о некоторых приключениях Хаттабыча и его юных друзей, или читали в книжках, или видели в кино, или в первой серии этого диафильма. А сейчас вы увидите, как Хаттабыч, который загрустил о своем пропавшем брате, отправился вместе с Волькой и Женькой на поиск Амара Юсуфа. По расчетам Хаттабыча, его нужно было искать на дне одного из южных морей. И вот наши герои уже плывут по Черному морю на любезном Амаре, созданном секунд за 15 при помощи волосков из бороды Хаттабыча. Увы, путешествие началось неудачно. Порывом ветра их выбросило за борт. У Хаттабыча промокла борода. А чтобы совершать чудеса, как известно, требуется только сухой волос. Пока борода сохла, они устроили совещание и решили продолжать свой путь. На изобретенном Волькой и построенном, опять же, при помощи волосков Хаттабыча, ковре-гидросамолете. И вот путешественники уже в Италию, на берегу Средиземного моря. Хаттабыч немедля отправился на поиски брата. Друзья вдоль наплавались, нажарились на солнышке, а Хаттабыч все не появлялся. Напрасно обшаривал Хаттабыч каждый кустик водорослей. Тщательно искал он сосуд со своим братом и у берегов Греции, и у берегов Египта, и даже у далекой Гвинеи. И вот однажды из моря вынурнула сияющая физиономия Хаттабыча. «Я нашел его, о, друзья мои!» Он лежал у геркулесовых столбов. «Беги, Женька, Хаттабыч, бросай к черту эту штуку! Беги скорей!» заорал Волька не своим голосом. Они пустились со всех ног. Через минуту на месте, где остался сосуд, раздался страшный взрыв. «Волька, это бомба!» – шепнул Женька. «Мина!» – ответил Волька. «Американская!» «Хватит!» – заявил Волька, как только они немножко пришли в себя. «Пора домой!» «Поиски Амара Юсуфа придется временно прекратить. Хорошо бы Хаттабыч махнуть на этом самолете». Никто не удивился, откуда и каким образом в самолете вдруг оказались новые пассажиры. Скоро приятно путешествовать в животе этой железной птицы. «Но не правда ли, о Волька и Женька, еще лучше и приятней было бы без этого непрерывного була?» Размеренный рокот моторов внезапно умолкнул. Самолет стремительно ринулся к земле. «Хаттабыч!» – закричал Волька. «Я только хотел, о Волька, чтобы не утруждались твои драгоценные уши. Ты с ума сошел! Пусть машины немедленно загудят, или мы все разобьемся в дребезги!» Самолет послушно выпрямился и снова начал набирать высоту. В Москве стояла жара, не хуже, чем в Африке. Хаттабыч, который теперь регулярно читал «Пионерскую правду», обратил внимание на сообщения об экскурсии в Арктику. «И вот наши друзья уже на борту парохода Ладога. Они высаживались на пустынных островах, охотились на тюленей и белых медведей, сбирались на могучие ледники. И вот однажды на берегу. Там, наверное, письмо от потерпевших кораблекрушения. Мы его только прочитаем и сразу капитану, и всем кораблем отправимся их спасать. Вот здорово! «Кто из вас открыл сосуд?» – спросил незнакомец. «Я», – сказал Женька, – «не стоит благодарности». «Благодарности?» «Я поклялся убить того, кто освободит меня из заточения. Я выполнил свою клятву. Выбирай, о презренный отрок, какой смертью ты хотел бы умереть. Спорить со мной бесполезно. Ну, хорошо», – сказал Женька, – «раз вы такой неблагодарный, приходится выбирать. Я хочу умереть от старости». «Спору нет, ты хитрец», – разозлился незнакомец. «Но я хитрее тебя тысячу раз. Ты не успеешь сосчитать до пятисот, как превратишься в старика». «Ой, мама!» – воскликнул Женька басом тридцатилетнего мужчины. «Ой, мамочка!» – прободмотал Женька стариковским дребезжащим голосом. «Ой, умираю!» «Ага, что я говорил? Никто и никогда еще не в силах был перехитрить мудрого и могучего джина Амара Юсуфа Ибн Хаттаба». «Амар Юсуф?» – воскликнул Волька. «Брат Хаттабыча? Женька, держись! Не умирай!» «Скорей в каюту! Там твой брат Амар Юсуф!» «Амарчик! Золотой мой братик! Рад тебя видеть! Гасан! Абдурахман!» «Хватит обниматься!» – крикнул Волька. «Спасай поскорей Женьку! Видишь, во что его превратил твой золотой братик!» Братья чуть не поссорились, пока удалось уговорить Амара Юсуфа вернуть Женьку в его первоначальное состояние. «Вот только не пойму, как сосуд с моим драгоценным братом оказался в Африке», – сказал Хаттабыч. «Понял?» – обрадовался Волька. «Сосуд занесло сюда теплое морское течение. Гольфстрим!» «И что же, о трижды презренный отрок! Хочешь сказать, что понимаешь то, что недоступно даже и моему пониманию? Сейчас за твою дерзость я превращу тебя в облезлого мула!» «Ах так, тогда все! Ты вывел меня из себя, и я остановлю солнце! Оно не закатится, пока ты не попросишь прощения за твои хамские штучки!» «Хвастунишка! Это даже мне не по силу! Часа через два оно уйдет за край моря, и тогда я тебя съем целиком, с костями и волосами, хоть с тапочками!» «Солнце! Слушай мое приказание!» – закричал, что есть мочи, Волька. «Остановись и больше не закатывайся, пока я тебе не прикажу!» Пошли уже вторые сутки, а солнце даже ни на минутку не скрылось за горизонт. Конечно, не потому, что так приказал Волька, а потому, что летом в Арктике стоит непрерывный день. «Прости меня, о мудрый Волька, Ибн Алеша! Я не знал, что ты могущественней, чем я! Теперь я покорный твой раб!» «А если бы я был слабее?» «Тогда можно на меня кричать?» – возмутился Волька. «Кричать на слабейших – одно удовольствие!» – сказал Амар Юсуф, и всем стало противно. «Ладно, – сказал Волька, – залезай до Москвы в свою посудину, а там разберемся. Слушаю и повинуюсь, о юный мой повелитель!» «Да, Хатабыч, ну и братец тебе попался!» Хатабыч в ответ тяжело вздохнул. «Что говорить? О, Волька, братец у меня не сахар!» И вот друзья снова в Москве. Амар Юсуф выпущен из сосуда. Обиженный Женька, повернув к нему спиной, рассматривает луну. Джина одолела любопытство, и он попросил бинокль. «Ты снова издеваешься надо мной, о презренный Женька! Ты сказал, что я увижу большую луну, а она совсем маленькая. Сейчас я тебя превращу!» «Да ты же неправильно держишь бинокль! Переверни его!» – сказал Хатабыч. «Не учи ученого!» – огрызнулся Амар Юсуф. «Но бинокль перевернул!» «Оказывается, луна вся щербатая, как проеденная мышами лепешка водоносца. Уж куда лучше звезды! Они хоть и меньше луны, но зато без изъянов!» «Тут Волька вступился за науку. Любая звезда во много раз больше луны!» «Этот дерзкий мальчишка скоро станет утверждать, что песчинка больше горы!» «Не гневайся, Амарчик!» – сказал Хатабыч. «Друг мой Волька поведал тебе истинную правду!» «А вот я сейчас летаю на небо и докажу, что все вы врете!» «И не отговаривайте меня!» «Лечу и баста!» – заорал Амар Юсуф. «Тогда запомни, ты должен вылететь со скоростью 11,2 км в секунду, иначе будешь обречен всю жизнь вертеться вокруг Земли!» «Не учи ученого! Не хватит и десяти!» «Вылетев с Земли со скоростью 10 км в секунду, он превратился в вечного спутника Земли!» «И скажем прямо, никогда еще и ни у одной планеты не было такого глупого, сварливого и невежественного спутника!» «Пускай вертится в мрачном и холодном пространстве!» «На Земле по нему никто не скучает, даже его брат Хатабыч!» «Если кому из вас, ребята, придется лететь в космос, вспомните печальный пример невежественного, вздорного и глупого Амара Юсуфа!» «Раз наука говорит, что надо лететь со скоростью 11,2 км в секунду, значит именно с такой скоростью и летите!» «Это первое!» «Остальное, что для этого требуется, вы узнаете, изучив многие интересные науки!» «Желаем вам успехов в учебе и хорошего здоровья!» «Конец» Субтитры создавал DimaTorzok